Еще каких-то два месяца назад эти девушки и парни не могли похвастаться стройной спортивной фигурой. А сегодня они демонстрируют наряды, не скрывающие их потянутые тела. Причина этих положительных метаморфоз – участие в проекте «Тачка за прокачку». Сегодня у нас финал проекта первого сезона «Тачка за прокачку», проект о здоровом образе жизни. Не будем скромными, это один из самых крупных и один из самых интересных фитнес-проектов в городе Челябинск. Он запустился в этом году, и мы готовы уверить вас, что это только начало. В рамках проекта идет двухмесячная программа, которую проходят наши участники. На протяжении двух месяцев у них идет фитнес-тренировки, питание, косметология, различные процедуры, естественно, контроль. Каждый участник замотивирован самым главным призом нашего проекта – это автомобиль стоимостью от полмиллиона. Из 34 заявленных участников до финала дошло лишь 29. И если говорить о цифрах, общий объем всех участников, который ушел за время проекта, составляет 300 сантиметров. Сброшено было чуть больше трех центнеров, ну а мышц добавилось порядка 60 килограмм. Подбадривала конкурсантов не только возможность выиграть автомобиль, но и ежедневные отчеты в личных аккаунтах. Когда ты декларируешь свою цель на такое количество людей, это мотивирует гораздо больше, чем когда ты обещаешь, что похудею на 5 килограмм, куплю себе новый купальник или новое платье, или поеду куда-нибудь. Мы все-таки люди социальные, и нам все равно важно, чтобы мы не оплошали. И, наверное, в этом случае мы работаем более успешно. В такие проекты не идут люди мягкие. В такие проекты идут реально лидеры по характеру. В каких-то местах мы покупаем путевки отдыхать. Куда-то мы ездим для того, чтобы побыть семьей. Так вот, если мы говорим, что в Телетрейд люди приходят для того, чтобы заработать деньги, то к Константину Аникееву люди приходят для того, чтобы выйти из рамок и стать на порядок лучше. И проект «Тачка за прокачку» – это абсолютное доказательство этой фразы. «Тачка за прокачку» – безусловно хороший мотиватор. Но, как признаются участники проекта, заниматься собой, своим здоровьем и фигурой полезно и без каких-либо призов. И в этом смысле проигравших здесь нет. Особо внимания спорту я не уделяла. Я ходила в тренажерный зал, но я ненавидела тренажерный зал и тренажеры, потому что там какие-то большие мужчины, тяжелые тренажеры. А в этом проекте, благодаря нашим тренерам, я полюбила тренажеры и поняла, что это просто замечательно. Когда ты выходишь после тренировки и чувствуешь свое тело, те мышцы, о которых ты не знал, они у тебя есть, твои плечи расправляются, осанка выпрямляется, у тебя светятся глаза от счастья, ты идешь вперед. И нет таких вещей, проблем, дел, которые ты не можешь сделать. В принципе, я очень живой, подвижный человек и я даже занималась спортом до этого, просто это было всегда не систематически, а как-то набегом. То есть в душе пришло, побежал, позанимался, вроде как устал, все это бросаешь. А тут, тут систематика. То есть тут тебя приводит к тому, что ты потом начинаешь заниматься спортом, правильно питаться, почему начинаешь правильно жить, скажем так, и занимать полностью свое время. Начал заниматься с тренером, раньше думал, что это полный бред, но, как оказалось, тренером заниматься гораздо интереснее, круче и гораздо больше стимул, да, то есть мотивация гораздо лучше становится. Приз за прокачку в этот вечер забрал, точнее увез, Эдуард Макерт. И, к слову, уже началась регистрация на второй сезон проекта. Да, все зависело от меня. Я пришел на проект 101,6 килограмм. Сегодня на взвешении показалось, что я 88 килограмм. То есть 13,5 килограмм жира я потерял. Честно сказать, я еще не понял, что я его выиграл. Но будем ездить, будем рекламировать, чтобы люди шли, делали себе цель, достигали ее и выигрывали. На данный момент у нас открыта регистрация на второй сезон проекта «Тачка за прокачку». Запускается проект 24 июля. На данный момент у нас уже есть регистрация. Это и мальчики, и девочки в возрасте от 20 лет в основном. Заинтересованы либо в снижении веса, либо на набор мышечной массы. Все хотят быть подтянутыми, все хотят быть красивыми. Данный проект показал, что он больше притягивает тех людей, которые хотят рельеф, которые хотят груду мышц, которые хотят больше картинок и больше кубиков в зеркале, нежели чем, которые хотели бы похудеть. Но и тем не менее участники есть, которые пришли к нам похудеть, и у них это безукоризненно получилось. Ну и впереди у нас третий сезон, это уже будет телевизионный сезон на 31 канале. Логично заметить, что себя нужно любить и делать лучше не только ради ценного приза, но все же дух соперничества придавал финалистам дополнительные силы. На фоне других участников каждый работал с большим старанием и оптимизмом.